Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. В России подорожали жизненно необходимые лекарства. За 22-й год в РФ на 1,8% выросли цены на жизненно необходимые лекарства, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Согласно данным Росздравнадзора, перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включает 811 позиций. Препараты применяются при оказании практически всех видов медицинской помощи. А что случилось? Нормально же все было. Нормально общались. Акцизы тут недавно подъехали новые на медикаменты. И цены поднялись. Странно как-то. Очень странно. Пропагандон с телеканала Россия 1 приехал в Грузию и снял репортаж о нищих российских релакандах, которые еле выживают без работы, еды и жилья. Сюжет увидела одна из его участниц и, мягко говоря, офигела. То есть была шагирована. По классике, подсос Киселева все переврал и вырвалась с контекста буквально. А чтобы не спалиться, представился журналистом грузинского телеканала. Реакция участницы сюжета на пикче. Тысячи питерских торчков остались без доз перед Новым годом. В городе задержана мать-закладчица. 31-летнюю Анастасию задержали с 5 килограммами мефедрона. А дома у нее нашли еще 322 готовых закладки с разными веществами типа АПВП, агашиш, марихуана весом 6 килограммов. Теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы сразу по нескольким статьям 228. Анастасия использовала съемную квартиру как хранилище для наркоты. Там же она жила со своим ребенком. И до того, как стать кладменкой, она работала инженером в строих фирмах и учителем ОБЖ. Работа для мамочек в декрете, свободный график и из дома. Олимпийскую чемпионку по плаванию из Беларуси Александру Герасименко заочно приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима за призывы к санкциям. Решение вынес суд в Минске. Также к 12 годам заключения в колонии усиленного режима приговорен основатель оппозиционного белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин. Кроме того, суд постановил взыскать с Герасимене и Опейкином более 600 тысяч белорусских рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного спортивными организациями республики, осужденные находятся, конечно же, за пределами Беларуси. Дмитрий Медведев призвал клеймить врагами общества сбежавших из страны россиян. Зампредцев Беза РФ заявил, что более 100 лет назад из-за внесистемных оппозиционеров погибла империя. Произошли две революции и началась гражданская война. Свинтившие же уроды ежедневно желают гибели своим соотечественникам и своей стране, отметил он. Медведев предложил считать сбежавших из страны россиян предателями и врагами общества, а не пускать обратно и отрезать их от источников доходов вне зависимости от юридической квалификации и их деяний. Что-то мне кажется, что Медведев не до конца понимает, что это Россия нуждается в уехавших россиянах, а не россияне в оставшейся России. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика. Продолжение следует... Продолжение следует...